шаббат шалом и вас опять приветствует шаббатня школа как хорошо что сегодня мы опять собрались и давайте мы перед началом помолимся потому что когда мы молимся бог он совершает великие чудеса да отец небесный мы благодарны тебе за все детей которые собрались вместе с нами я прошу тебя благослови каждого ребенка благослови их родителей близких родственников божий пусть твоя милость будет над каждым из детей и благослови сегодняшний урок чтобы он был интересный увлекательный боже мы все полагаемся надеемся на тебя аминь аминь всем привет давайте ставим наши ножки и потанцуем прославим бога потому что он достоин поехали лучшие богатства всей земли лучше чем мои друзей и убеждения лучше всех желаний в сердце моем и это не все лучше раздать там на мечты мои и пути то жизни которой тряплюсь я лучше любит полу дырков большой любви и у меня любовь не отпускай грехом да без рук своих меня и у меня и у меня в солнце сияет ночью темной и у меня светлал меня без спаски для тебя отдам я жизнь свою и у меня и я и и и и и и и и и Нам все больше тебя будут. Лучше, чем богатство всей земли, Лучше, чем моим друзьям убеждения, Лучше все желания в сердце моем, И это не все. Лучше ответа на мечты мои, Лучше той жизни, которой стремлюсь я. Лучше ли подругой большой любви, Твоя любовь, не отпускай никогда Из рук своих меня. Когда солнце сияет, Тот же темная, и в лунных сердцах, Да ты спас, и для тебя Обнажьи свою, ведь я Любляю все больше тебя, Иисус. Я с каждым днем все больше тебя люблю. Любляю все больше тебя, Иисус. Я с каждым днем все больше тебя люблю. Не отпускай никогда из рук своих меня. Не отпускай никогда из рук своих меня. Любляю все больше тебя, Иисус. Я с каждым днем все больше тебя люблю. Любляю все больше тебя, Иисус. Я с каждым днем все больше тебя люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, ребята, мы с вами продолжаем летом нашу тему об апостолах. И в прошлый раз мы говорили о Филиппе, а сегодня у нас будет апостол Андрей. Апостол Андрей — это родной брат Петра. Он рыбак, и до призвания Иешуа был учеником Иоанна Крестителя. Конечно же, он присутствовал при тихих событиях, когда на Иешуа сошел Дух Святой в виде голубя, и все услышали, что это Господь, и его слушаться. И сразу же, когда он услышал этот голос, он пошел за Иешуа. Андрей был самый первый ученик Иешуа, поэтому его и назвали первозванным Андрей. Андрей, можно описать его как оптимист, он приводил других к Иешуа. И мы видим, что сразу же он пришел и рассказал Петру об Иешуа, и он привел своего родного брата Петра, и также двоюродных братьев Иоанна и Иакова. Можно сказать о Андрея, что он был очень ревностным и нетерпимым. Андрей проповедовал и был миссионером как раз у нас, на Черноморском побережье. В то время, когда они бросили жребий, кто из апостолов куда пойдет, то Андрею выпал жребий проповедовать здесь, на Черноморском побережье. И он проповедовал у нас, в Скифии, Греции и Малой Азии. Апостол Андрей, его жизнь. Именно он увидел мальчика, который принес две рыбки и пять хлебов. Андрей был очень внимательным. И, конечно же, это событие описано во всех четырех Евангелиях. Но именно Иоанн замечает о том, что именно Андрей увидел мальчика. И давайте мы об этом прочитаем в шестой главе Иоанна. И здесь можно прочитать с шестого стиха. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Иешу, возведя очи, увидел, что множество народа идет к нему. Говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Помните, в прошлый раз мы говорили о Филиппе. И символ Филиппа была корзинка. Потому что Филипп, он любил кормить людей. И я думаю, что не случайно Иешуа обращается именно к Филиппу и говорит, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Но это говорил Иешуа не потому, что хотел узнать у Филиппа, а испытывал его. Филипп отвечает ему, им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Но один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества?» Иешуа сказал им возлечь на траве, потому что трава была очень высокая, прямо как у нас сейчас после дождей, высокая трава. И люди легли по 50, ну по 50 человек собрались в кучки такие. И поэтому можно было посчитать, сколько же там было народу. Народу оказалось 5000 человек. Что мы помним из этого? Что они взяли у этого мальчика. Мальчик принес эти две рыбки и пять хлебов. Иешуа поднял это к небу, помолился, благословил и дал своим ученикам. Ученики начали раздавать людям, и все наелись. И потом Иешуа попросил, чтобы они все это собрали в корзины. И собрали в корзины, и остатков осталось 12 корзин. Представляете, какое чудо! Всего две рыбки и пять хлебов, и в конце собирают 12 корзин. Когда наелось 5000 человек. Вот такое чудо произошло. И именно Андрей был настолько внимательным, что он увидел этого мальчика, который принес всего две рыбки и пять хлебушков. Андрей привел этого мальчика к Иешуа. Какой он был внимательный! Но ведь это же просто вера! Как можно... Филипп, он говорит, нам и 200 динариев не хватит накормить такое количество людей. Но Андрей именно замечает этого мальчика. И он верит в то, что Иешуа он может сделать чудо. И даже маленькое горчичное зерно может вырасти в большое дерево. Даже если у тебя вера маленькая, и Богу важен каждый из нас, и то, что мы приносим Богу. Для Бога не бывает что-то мало, и даже то, что ты приносишь Богу, это очень важно и ценно. И он это малое может увеличить во много раз, так как это произошло в этом событии. Это событие записано во всех Евангелиях. Но именно брат двоюродный, Иоанн, он замечает, что именно Андрей увидел этого мальчика. Жизнь Андрея. Удивительно, что именно Андрей он проповедовал у нас здесь. И поэтому это имя довольно распространенное. И мы можем часто услышать, как кого-то зовут Андрей, и мы даже можем подумать, что это наше имя, славянское. Но нет, это еврейское имя, апостол Андрей, он проповедовал у нас здесь. Его жизнь. В 67 году н.э. в городе Петре в Греции Андрей был казнен. И мученическая смерть. Он сказал так же, как и Петр, что я не достоин умереть, как мой Господь. И крест ему сбили вот так, наискос, и привязали его к кресту. И он еще два дня проповедовал с креста. И это мученическая смерть, и Андрей умер. Но его вера и его последователи, они открывали общины. И мы знаем, что наша страна, она сейчас христианская, благодаря именно этому Андрею, который принес нам веру в Иешуа. Благодаря Андрею здесь открыто было много церквей и общин. И мы сейчас знаем, кто такой Господь. Но мы благодарны тому, что апостол Андрей, он пришел именно на наши земли и проповедовал об Иешуа. Итак, что мы можем сегодня с нашего урока подчеркнуть и вынести для себя? Что именно Андрей, он был самый первый, кто пришел к Иешуа. Именно Андрей был настолько внимательный, что он увидел маленького мальчика, который принес вроде бы мало, но это стало увеличилось и смогло накормить 5000 человек. Даже ты, хотя и маленький, но можешь сделать очень много для Бога и жизни людей. Поэтому не уменьшай то, что есть в тебе. Андрей Первозванный был рыбаком, жившим в селении Капернаум на берегу Галилейского моря. Однажды он услышал, что из Иудейской пустыни пришел Иоанн Креститель, проповедующий покаяние и приближение Царствия Небесного. Непреодолимая сила повлекла Андрея к реке Иордан, где он стал свидетелем небывалого чуда. Когда Иоанн крестил народ, на берегу появился человек, которого звали Иисусом из Назарета. После крещения над ним вдруг отверзлись небеса, и на голову Иисуса спустился Дух Божий в виде голубя. Тогда Андрей понял, вот тот, кто знает путь в Царствие Небесное, и назвал Иисуса в своем сердце Равви, что значит Учитель. Когда на следующий день Иисус проходил мимо, Андрей вместе с другом пошел вслед за ним, не смея приблизиться и первым заговорить. Иисус сам оглянулся и спросил, что вам надо. Они сказали, Равви, где ты живешь? И Иисус ответил, пойдите и увидите. Через некоторое время, проходя вдоль Галилейского моря, Христос увидел двух знакомых братьев, Андрея и Симона, которого он нарек именем Петр, что значит камень. Братья рыбачили, закидывая сети в море. Христос позвал их, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. И оба брата, тотчас оставив сети, последовали за Учителем. Андрей был первым, кто пошел за Христом, поэтому его и называют Первозванным. Много чудес увидел Андрей Первозванный, став учеником Господа. Он стал свидетелем великого чуда воскресения и вознесения Спасителя. Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. В день Пятидесятницы, когда апостолы были вместе, внезапно сделался шум с неба, и в воздухе появились языки огня. Все они исполнились Духа Святого и стали говорить на разных языках, готовясь к великому апостольскому служению. Апостол Андрей отправился проповедовать Слово Божье восточные страны. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, просвещая разные народы и повсюду устраивая христианские церкви. Теперь он и сам мог совершать чудеса именем своего Учителя, Господа Иисуса Христа, исцелять и учить людей. В Синопе его побили камнями, но, оставшись невредимым, апостол двинулся дальше. Он прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей, возвестил апостол, благословляя киевские горы и водрузив крест над будущим Киевом. С проповедью христианства Андрей Первозванный дошел до поселений славян, затем через земли варягов вернулся в Рим и снова в Афракию. Последним селением, куда Андрей Первозванный принес благую весть, был город Патри. Правитель города, непримиримый язычник Игеат, решил распять святого апостола Андрея на кресте, который тот неустанно называл орудием спасения. Чтобы продлить мучения, Игеат приказал не прибивать руки и ноги апостола к кресту, а привязать их. Но из креста Андрей Первозванный два дня учил народ, проповедуя вечную жизнь и блаженство во Христе. Испугавшись народного возмущения, Игеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. «Рави, где ты живешь?» спросил он когда-то учителя. Иисус ответил «Пойдите и увидите». Теперь святой апостол знал, что Иисус имел в виду не только все страны на земле, но Царство Божие. Его двери открыты для всех, кто идет за Христом и кто готов за Него умереть. Сколько ни пытались воины снять апостола Андрея с креста, у них ничего не получалось. Яркое сияние вдруг осветило место казни. А когда божественный свет исчез, святой апостол предал душу Господу и теперь навеки был со своим учителем. Жена правителя, ставшая христианкой, сняла с креста тело апостола Андрея и с честью погребла его. По преданию, крест, на котором распяли святого апостола, был особой формой. Такой крест и ныне носит название Андреевского. Итак, у нас сегодня мы говорили об Андрее, в прошлый раз мы говорили о Филиппе, и все лето мы будем говорить об апостолах. Символом Андрея является косой крест. Также Андрей является покровителем мореплавателей, моряков, потому что он переплыл это Черное море, и, возможно, очень много моряков они слышали об Андрее. В первое время мы часто видим на флаге пиратов Вот этот вот косой крест, это тоже Андреевский такой знак, Андреевский крест, еще называют его. Сейчас можно увидеть этот Андреевский крест на белом фоне, синий такой крест, это на Черноморского, Черноморский такой, да, флаг. Также можно увидеть Андреевский крест, часто изображает как две рыбки, перекрещенные тоже накрест. Пусть Бог благословит тебя, и никогда не думай, что ты что-то сделаешь маленькое. Это маленькое может превратиться во что-то очень большое в глазах у Бога и в жизни людей. Пусть Бог благословит тебя. Всем привет, дорогие ребята! И сегодня мы будем делать поделку. В прошлые разы мы делали пять хлебов и две рыбки, что означало символ Андрея. Сегодня мы будем делать Андреевский крест. Их будет три разновидности. Первый нам нужен вот такой вот, из черной бумаги и белого крестика. Нам для этого понадобится бумага черная, белая, серая, синяя и желтая. Мы вырезаем это. Первый флаг у нас будет такой, как в пиратском стиле. Вырезаем вторую. Вот такие вот две полосочки у нас получились, как будто кости. И мы это приклеиваем в нашу черную бумагу. Первый флаг у нас получился вот такой вот. Второй символ Андрея мы Андреевский крест. Мы вырезаем две сильные полоски и также их приклеиваем на серую бумагу. Тоже крестиком. Это флаг Черноморского побережья. Вот так вот у нас получается. Подклеиваем краешки, чтобы ничего не отлепилось. Вот такой второй флаг у нас получился. И третий. Он будет у нас из двух рыбок и желтой бумаги. У нас две рыбки синие и белая бумага, потому что Андрей проповедовал так же на нашей Украине. Мы нарисуем рыбкам глазки, чтобы они более реалистичные были. Вот такой вот третий флаг у нас получился. Андреевский крест. Присылайте фотографии ваших работ в нашу группу Viber. До новых встреч! Всем привет! Меня по-прежнему зовут Эмиль. Это по-прежнему твоя любимая викторина. Думаю, нет смысла тянуть. Поехали! Первый вопрос. Почему Андрея назвали первозванным? Он первый пришел к Ишоу. Он первый понял, что Ишоу – это сын Божий. И первый увидел Ишоу воскрешен. Второй вопрос. Символ Андрея – это косой крест, две рыбки или пиратский флаг с костями. И третий, последний вопрос. Родной брат Андрея – Иоанн, Яков, Петр. На этом викторина закончилась. Если тебе нравятся наши выпуски, делись ими со своими друзьями и не забудь поставить нам лайк. Ну все, пока! Дорогие друзья, и мы вновь продолжаем тему об апостолах. И сегодня у нас был очень интересный и известный апостол под именем Андрей. Еще называют его Андрей первозванным. Почему первозванным? Потому что Ишоу призвал его первым. И в истории говорится о том, что Андрей еще с детства посвятил себя Богу. И когда он услышал речь Иоанна Крестителя о том, что нужно креститься в воде, в покаянии, то он стал учеником Иоанна Крестителя. Потом он узнал о Ишоу, и, конечно же, он потом стал учеником Ишоу Мессии. Об Андрее описано в местах Писания. Это Марк пишет Лука, описывает также в Деяниях Апостолов, тоже известно об Андрее. И что интересно скажет, что Андрей, одна из его дорог проповедования Евангелия, это была наша территория Черного моря. Также он тоже был здесь и проповедовал Евангелие. И он с самого детства был посвящен Богу, он посвятил себя Богу. Поэтому Господь, он призвал его. Поэтому, дорогой друг, пусть Бог благословит тебя. Посвящай себя Богу, полагайся на Господа, доверяй Ему. И Бог, Он совершит свое действие в твоей жизни. Спасибо, что ты был с нами. До новых встреч, до следующей субботы. Все, пока, шалом.